Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Год назад я развелась с мужем по разным причинам. Непонимание различия сексуального темперамента, тогда мне казалось это всё конец. Но мы не переставали общаться, я много раз ему говорила, что надо поставить точку. Одновременно я начала общаться с банами из Франции, у нас не было супер классное общение, лёгкое. Мне с ним очень весело, комфортно, я очень даже влюбился в позиции. Но мы и по зуму общались. Это моё оправдание влюблённости по интернету. И решили мы с ним встретиться. Встретились на нейтральной территории, опять же мне с ним было уютно и хорошо. Но эффекта вау не было. Время с ним летело очень быстро. Память, коварная штука. Я уже не помню, что там было, но в восторге я не была. Во-первых, за четыре дня мы сходили в кафешку только один раз. И остальные разы мы ели бутерброды. В конце четвёртого дня уже просто не могла их есть. Во-вторых, меня там обокрали, в связи с этим я не чувствовала себя там безопасно. Ну и подруге я там написала, что это всё не мой вариант. Ну и когда я уже приехала обратно в Москву, я обязательно начала по нему скучать. Бывший муж тоже начал ухаживать. И вот недавно я уже взяла билеты во Францию, так как он позвал меня, но я не понимала, что мне делать. Я взяла билеты, но с бывшим мужем возможно тоже уже восстановить отношения. Я понимаю, что если я поеду с бывшим мужем, скорее всего придётся закончить отношения. Но я не могу сказать, что сейчас я этого и хочу. Мы с ним прошли уже огонь, воду и мирные трубы. А французы мне очень легко и весело, но мне кажется, вдруг это только по сети. А в жизни такого нет. И я поеду и совершу ошибку, о которой буду жилить. На мой взгляд, ключевым моментом в вашей ситуации является то, что вас связывает с бывшим мужем. Как бы если вы развод переживали достаточно, скажем так, тяжело, да? Если вам было трудно, например, если вам больно, например, то необходимо, конечно, травму развода прожить, потому что иначе она будет вас преследовать. Следующий важный момент – это, конечно, определиться с тем, чего вы сами хотите. Потому что у меня возникло такое ощущение, да? Вот, что вы не особо тянетесь к кому-то из мыши, да? То есть у вас не особо много чувств к каждому из них. Но при этом к каждому из них у вас есть так называемая потребность. То есть вам что-то от каждого из них нужно. То есть вы решаете вопрос именно здесь своих, конечно, скажем так, потребностей. И вот этот вопрос потребностей, он очень и очень важен. В том смысле, что отношения не выстраиваются из потребностей в чем-то. Реализуем их как бы через человека. А в данном случае именно это вы в общем и целом делаете. И поэтому вам так сложно выбрать что-то. Поэтому вам так сложно сейчас принять решение. И поэтому вам в общем и целом кажется, что вы находитесь, ну, как будто на, знаете, таком распутье, что ли. Именно потому, что вопрос мужчин, вопрос того, с кем быть в отношениях, да? В каких отношениях и так далее, вот. У вас решается именно в сфере потребностей ваших, вот. Но не в сфере того, например, что я хочу. Ну, ну вот, гипотетически, да? Гипотетически. Гипотетически чего я хочу для, например, там, допустим, мужчин. И отсюда как раз таки возникает эта проблема. Дальше. Вы, конечно, на мой взгляд, склонны идеализировать. Опять же. Опять же. Важный момент. Вот такой очень важный момент. Как мне кажется, заключается в том, скажем так, благодаря чему, да, да, благодаря чему, в принципе, в целом, идеализация вообще становится возможной. То есть, почему человек может идеализировать при каких, значит, при каких обстоятельствах, скажем так, человек идеализирует, ну, другого, да? Ответ здесь, как мне кажется, довольно простой. Идеализация происходит при, опять же, неудовлетворенных потребностях. То есть, когда я неудовлетворена, когда у меня есть, скажем так, ну, вот, некоторые потребности и желания, вот, которые я самостоятельно, например, не реализовываю, неудовлетворяю. И когда я вижу, значит, ну, вот, человека, да, какого-то, который, ну, вот, плюс-минус там подходит, да, под мои представления, да, под мои, вот, ну, какие-то предпочтения и прочее. Вот, я, значит, как бы автоматически, автоматически, я в этом смысле, в этом случае начинаю, конечно же, как бы на человека, ну, вот, накладывать, значит, свои ожидания, вот, понимаете, да? Да, и в этом, в этом, в этом, на самом деле, нет ничего такого, ну, аномального, скажем так. В этом нет абсолютно ничего такого аномального и в этом нет абсолютно ничего такого ненормального. Просто это, это естественный процесс того, как вы обращаетесь со своими, ну, вот, со своими желаниями, скажем так, да? Вот, это естественный процесс в данном случае, вот. И мы можем, мы можем говорить, конечно, о необходимости, вот, в той или иной степени корректировать это. Мы можем говорить о необходимости работать над этим. А если у вас есть, собственно говоря, такое желание, если вы заинтересованы, собственно говоря, в, ну, вот, в работе над этим. То, соответственно, ничего, как бы, и не получится в итоге. Вот. Дальше. Очень важным моментом выступает то, как мне кажется, что вы боитесь совершить ошибку. Опять же, смотрите, как это выглядит, допустим, для меня, да, как это выглядит для меня со стороны, со стороны, со стороны для меня. Это выглядит так, что вы пытаетесь опереться на мужчину. Вот. То на одного пытаетесь опереться мужчину, то на другого пытаетесь, вот, опереться. Именно ключевой момент в стремлении опереться. Вы пытаетесь опереться, что-то, ну, что-то компенсировать, как будто бы. Вот. И само собой, само собой, из этого ничего хорошего не получается, потому что у людей есть свои, скажем так, ну, свои потребности, у людей есть свои препочтения, у людей есть свои желания, у людей есть свои особенности и так далее. Вам со всем этим мириться сложно, потому что вы в этом смысле стремитесь к идеализации. Вот. И, соответственно, можно здесь говорить о том, что вот вы не воспринимаете, по сути дела, человека как такового. Воспринимая его, получается, только через призму, вот, ну, в какой-то степени, да, только через призму воспринимаете вы, ну, вот, того, что вам хочется. Вот. И дело здесь, конечно же, не в том, что вы не должны, ну, допустим, хотеть чего-то. Вы можете хотеть чего-то, и вы имеете право хотеть, вот, чего угодно. Просто штука в том, что реализовывать эти потребности, именно реализовывать их, вам нужно научиться научиться самостоятельно. Вот. Чтобы вы были независимы, вот, настолько, насколько вы зависимы, допустим, сейчас от, ну, от мужчины или от того, вот, с кем вы будете в отношениях находиться. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот на эти вещи важно обратить внимание. И я думаю, что, я думаю, что если вы, ну, вот, плюс-минус в этом направлении будете двигаться, вот, то я думаю, что проблема вашего такого состояния, как вот вы описываете, да, она, ну, будет решена, вот. Я не думаю, что это, ну, вот, что называется, ну, фатальная штука. Вот, я не думаю, что это все можно решить при, понятное дело, необходимости, вот. Дальше. В отношениях с мужем. Как вам, в принципе, уже сказал мой коллега, вот, что в отношениях с мужем вы, ну, занимали или, вот, принимали активное участие. То есть, отношения строят же двое людей. И вы в том числе. Так вот, ээээ, необходимо увидеть, эээ, какой вклад вы сами вносите в насилие во взаимодействие со своим мужем. Эээ, потому что отношения, эээ, выстраиваются не только благодаря ему, но и, в этом смысле, ээээ, также и благодаря, эээ, благодаря вам. То есть, отношения выстраивают несколько людей. В этом смысле. И вам необходимо, ээээ, на мой взгляд, как мне кажется, поработать и с этим. Что я сделала для того, чтобы то, что, вот, условно говоря, эээ, ну, происходило со мной, да, ээээ, стало возможным. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, что, ээээ, какие-то, ээээ, какие-то усилия, какие-то, какой-то вклад вы в это вносили. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь, ээээ, по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. А, желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Я гадит Protocol. Всем пока. Раз�� мы, если у нас наступление в зад snapped verte,